Добрый вечер, меня зовут Ксения Фрик, это Журсовет. Здесь журналисты задают вопросы, которым действительно интересны. Сегодня в студии вместе со мной мои коллеги, это Анастасия Шерстнева и Дарья Михеева. У нас в гостях психотерапевт Мария Дубровская. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня Кировские федеральные СМИ обсуждают самую шокирующую новость. В нашем городе задержали учителя физкультуры. Мужчине 37 лет, его подозревают в совращении 13-летней девочки. Как выяснилось, роман у них длился несколько лет. Об этом родители и руководство школы узнали только сейчас. Уже заведено уголовное дело, физруку грозит 8 лет тюрьмы. Мария, скажите, как вы реагируете, когда читаете такие новости? Ну, наверное, как и всякий нормальный человек, и как мама, я реагирую на эти ситуации достаточно настороженно, встревоженно, я бы даже сказала. И с очень большой опаской о том, что происходит вообще в данной сфере. Потому что, в принципе, проблема педофилии, она, к сожалению, имеет такой несколько волнообразный характер, как это уже можно было заметить. То есть то утихает эта ситуация, то снова возобновляется. С чем это связано, наверное, с какими-то действительно резонансными делами, которые возникли в нашем небольшом, допустим, крае. А как сейчас у нас в Кирове обстоят дела, спад или падение вот этой ситуации? Ну, вы знаете, наверное, навсегда тянется достаточно монотонно. Просто когда возникает именно резонансное, громкие вот такие вот активные обсуждения, особенно сейчас за счет СМИ, за счет интернета, это стала тема более проявляться в себя. Я не думаю, что был какой-то определенный спад или какое-то падение. Просто еще раз говорю, возникает более резонансное дело, и мы сразу же начинаем эту тему бурно все обсуждать. Но вы не забывайте, что проблема педофилии – это ведь не только проблема между учителем и ученицей, или проблема, скажем так, насилия на улице. Очень часто проблемы с педофилией связаны, они могут возникать как домашнее насилие. И многие люди стесняются вносить, грубо говоря, ссоры из-за СБ, и возникает вот такая вот структура замалчивания или процедура, скажем так, сокрытия. То есть это в семье прямо? Вы знаете, бывают такие ситуации, достаточно часто, когда идет насилие именно в семье, именно вот такого характера. Но чаще всего это, конечно, бывает не среди генетических прямых родственников, это чаще бывает, когда возникают ситуации отчим, или даже бывает, когда со стороны мачех. То есть вот такие моменты бывают. А в ком проблема? В ребенке или во взрослом человеке? Ну, вы знаете, если мы будем говорить, что проблема в 9-летнем, 8-летнем, или в 5-летнем, или в 12-летнем, неважно, какому ребенке, это по меньшему мере просто не имеет под собой даже биологической основы. Потому что ребенок – это, скажем так, субъект человека, который еще не достиг зрелости даже мозговой структуры ткани. Ведь мы же не зря говорим, что подростковый возраст, на самом деле, по архитектонике мозга заканчивается в 25 лет. Как это ни парадоксально звучит? Да, конечно. Потому что мозг – это ведь орех, который зреет, зреет, зреет и достигает своей зрелости. И вот когда 20-летние, 80-летние молодые люди вступают в брак, мы считаем, что вот батюшки несовершеннолетние, да, мы радуемся за них, что они достигли интеллектуальной зрелости, могут там постоять за себя. Даже голосовать могут выходить. Это однозначно. Вот это мы можем, да. То есть это, скажем так, серьезный выбор, но это немножечко другая тема. Но в данной ситуации в 25 лет на самом деле происходит окончательное выстраивание структуры мозга, окончательное выстраивание сердечно-сосудистой системы, окончательное выстраивание костно-мышечного скелета. То есть формирование человека заканчивается в 25. Почему называется подростковый период, то есть подрасти. И уже после этого начинается взрослая жизнь. И поэтому какие-то процессы до 25 лет могут протекать волнообразно. Кто-то стал зрелым в 18 лет, а кому-то и не хватило 24 лет. Поэтому сказать, что вот эта ситуация связана именно с проблемой поведения детей, что они провоцируют своим поведением или как-то вот вызывают какие-то, значит, притягивания к себе интересов взрослых, это, конечно, говорить нельзя. Тут известно, что девочка написала маме, что я пошла к любимому, то есть у детей все равно, похоже, есть такое привыкание, они думают, что это любовь, получается, они все равно добровольно идут на этот шаг. Может быть, они это путают с любовью, может быть, отцовской или там какой-то родственной, а не как мужчины и женщины. Вот очень много разных предположений. Вы знаете, и любая из ваших теорий, она будет иметь правомощность. Кто-то достигает, простите меня, половой зрелости, да, в 12 лет, кто-то в 14 лет, у кого-то сексуальные инстинкты появляются, а это тоже инстинкт как пищевой, да, и самосохранение появляется, допустим, в 16 лет, у кого-то к 25 годам он до конца не раскрылся. Или же действительно идет какой-то перенос, то есть вот конфликтогенной ситуации в семье, либо, значит, там папы нет, а может быть, папа неродной, хочется какой-то защиты. То есть масса различных вот таких вот мозаичных составляющих вот этой глобальной проблемы. Но в детском саду еще, знаете, говорят, дети там друг в друга влюбляются, то есть у них это все равно есть какое-то чувство, да. Почему вот или когда к старшему человеку, там, на много лет, на несколько десятков лет, это уже ненормально. Так получается. Ну вот в детском саду вообще дети копируют поведение кого? Родители. Разумеется, да. И когда, допустим, там мальчик рассказывает, как он сильно влюблен в девочку, хочет ее поцеловать, это не более, чем попытка изобразить из себя, как они играют. Играют в семью, да, дети. Но обычно это заканчивается все-таки на уровне кукол, машинок, медвежат и так далее, да. То есть мы не говорим, что это носит под собой какой-то сексуально-эротический характер. Это носит характер познавательный, носит характер экспериментальный и безобидный, да, потому что все на самом деле должно проходить под контролем, естественно, взрослых воспитателей, нянечек. В 13-15 лет, естественно, возникают какие-то эротические, вот давайте все-таки разделять эротизм и сексуальность, да. Сексуальность – это все-таки близость к физическому контакту, стремлению. Эротизм – это мечты, это влюбленность, это какая-то игра в романтику. То есть это все окрашено более таким, естественно, ласком каким-то процессом. И иногда, да, чаще всего практически, естественно, подростки путают вот этот вот эротизм, да, тяга к тому, чтобы восхищались, погладили там, восхищались там красивой внешностью фигуры и так далее. Они путают это с настоящим, скажем так, сексуальным интересом. Вот в чем проблема. И, естественно, возникают такие весьма щекотливые ситуации, когда взрослые люди прекрасно понимают, что творится в душе подростка и девушки или там юноши, потому что педофилия бывает, извините меня, гендерно разделенная, да, не только вот именно отношения между разделенными полами, но бывает еще и педофилия без разделения на половой признак, да. То есть гомосексуальная педофилия еще более худший, скажем так, тяжелый вариант. Естественно, взрослые могут, наверное, все-таки сманипулировать данной ситуацией. Наспользоваться получается? Да, конечно. А почему? И зачем? Ну, мы берем вообще в общем контексте, да, мы все-таки с вами рассуждаем. Как можно объяснить поведение взрослого человека, который соглашается на такие вещи? Давайте начнем с того, что во всех, скажем так, рассмотрениях, если человек как биологическое существо, то есть любая половозрелая, скажем так, осыпь, личность, она уже в принципе может вызывать некий какой-то вот интерес. Потому что многие девушки и в 13, и в 15 лет, стараясь себя увзрослить, они и психологически ведут себя чуть старше, да, то есть такая игра вот во взрослую девушку, это могут себя увзрослить визуально, да, допустим, или у них генетически заложен более высокий рост, более, скажем так, зрелые, развитые. Но взрослый человек и должен понимать, какая может быть ответственность и какое следует наказание за такими действиями. Должен, должен, взрослый. Но не все понимают. Взрослый человек, который имеет нравственные, морально-нравственные, очень большие критерии, он должен это понимать и должен останавливаться. Какие бы ни были чувства, ну, естественно, возникает там Шекспира, Мао Джоли, это 13-14 лет, тра-та-та-та-та, ребят, это было средневековье, да, то есть там люди жили до 30 лет и умирали. Значит, то должен взрослый человек, конечно, себя отдергивать, конечно, останавливать. И ведь мы же знаем массу примеров даже вот из жизни, когда влюбляются, естественно, в своих учениц, то есть, допустим, молодой человек, 21 год, педагог пришел, встретил там 17-летнюю ученицу, влюбился. Порядочный человек, он что сделает? Он даст? Дождется. Время вырасти, все правильно, он будет себя вести порядочно, он не будет себе позволять смущать данную ученицу или ученика, кстати, тоже бывает достаточно часто. Он позволит созреть личности и чтобы личность приняла время и поняла, это влюбленность, это эротизм, это романтизм или это серьезно, это любовь, это глубокие отношения. Принять любовь, это не любовь, в 13 лет практически, в 15 лет практически невозможно. В случае большой разницы в возрасте, например, 13-37 лет, что можно сказать, это уже у человека, у взрослого, кого подозревают в педофилии, это какая-то, может быть, психологическая травма, тоже из детства идет, тоже от родных, откуда тяга именно к детям? Вы знаете, вот опять же, ситуации бывают разные. Иногда это может быть действительно какая-то тяжелая психотравма, иногда это может быть какое-то органическое поражение центральной нервной системы, иногда это может быть какое-то психическое заболевание. А всем об этом будет решать следствие и, естественно, судебная психиатрическая экспертиза. Потому что масса заболеваний, которые влекут за себя в дебюте заболеваний вот такие вот изменения отношений в сексуально-половых отношениях, они могут потом выливаться и в какие-то сложные, тяжелые диагнозы. Но сейчас говорить или обелять, или наоборот, скажем так, приписывать какой-то диагноз, это ни в коем случае неправомерно, это не имеет под собой ни юридического основания, ни даже, скажем так, морально-нравственного. Ну, скажите, а это все-таки всегда нарушение или нет, когда большая разница в возрасте у человека, у женщины, у женщины? Хорошо, 18 лет и 42, скажите, пожалуйста, это нарушение? Вот, мне интересно. Но это уже совершеннолетний человек, это не нарушение. Но все равно разница в возрасте большая. Хорошо, вспоминайте, скажем так, картину Федотова «Сватовство майора», да, значит, там 60-летний, скажем так, старец, который сватается к 80-летней девушке. Во-первых, это культуральность, да, в некоторых религиях, в некоторых культурах это, в принципе, правомочно. И, допустим, в некоторых католических странах решаются браки с 16 лет и с 14, а уж если мы возьмем какие-то восточные моменты, скажем так, с других континентов, естественно, там разная культуральность. Мы всегда говорим о том, насколько человек может прогнозировать последствия своего поступка. Мы не говорим о том, что он сейчас чувствует, мы говорим о том, что он способен ли прогнозировать, куда это заведет. Если человек психически здоров, на самом деле, значит, если он может себя сдерживать, если у него есть морально-нравственные, очень стойкие критерии, и он понимает, что за этим последует, я не думаю, что он будет совершать какие-то вот такие противоправные действия. Под каким бы красивым словом «любовь» это не скрывалось. Кто должен, может быть, обучать или вот это зерно здравого смысла в детей садить? Родители, руководители школ, старшее поколение, общество. Возможно, влиять на детей вот в таком опасном возрасте. И как правильно это делать? Вы знаете, мне очень нравится фраза Сухомлинского, когда к нему подошла мама и сказала, когда нужно воспитывать ребенка. Великий педагог спросил, а сколько лет вашему ребенку, и что, ему всего два месяца. Вы опоздали на два месяца. Да, то есть воспитание своего дитя начинается с момента уже непосредственного контакта, да, может быть, даже еще с внутриутробного развития. То есть мама, которая должна защищать своего ребенка, должна прививать ему любовь, должна заботиться о нем, это начинается с первых секунд жизни. И потом мы вкладываем свои морально-нравственные моменты, которые есть в ребенке. Естественно, школа – это помощник кого? В первую очередь, родителей. Сказать, что школа, вот я вам привел ребеночка на перевоспитание, пожалуйста, вот занимайтесь. Школа – это то, что дает знания, это то, что дает развитие, это то, что дает поддержку и помощь. В первую очередь, все исходит из семьи. Мы не зря говорим, что мы родим из детства, мы все из семьи. Поэтому изначально критерии морально-нравственные, критерии страха своего ребенка, критерии защиты своего ребенка идут из семьи. А если пропустили, проглядели, ну вот так уже случилось, как правильно отреагировать родителям? Ответ на этот вопрос я предлагаю послушать после небольшого перерыва. Сейчас на минутку мы прервемся и скоро уже продолжим. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите Журсоветы. Мы продолжаем. У нас в гостях психотерапевт Мария Дубровская. Сегодня мы говорим о шокирующей новости. В СМИ появилась информация, что учителя физкультуры Кировской школы подозревают в педофилии. Мы закончили, Мария, на том вопросе. Вообще, какие дальнейшие последствия? Как ребенок после случившегося может себя чувствовать? Стоит ли его теперь ограждать от общества, не пускай в школу, посадить под замок, провести профилактическую беседу? Как теперь быть родителем в подобных ситуациях? Вы знаете, наверное, в этой ситуации нужно, я не буду конкретно на эту ситуацию опираться, но, во-первых, возможно, девочка, которая так сильно любила этого человека, она будет страдать, скорее всего, за него больше. То есть для нее морально-растным страданием будет являться отсутствие контакта с любимым человеком, если я могу вот так вот поверхностные какие-то сделать варианты. Если это было насилие истинное, скажем так, это надругательство над волей, над желанием человека, над его личностью, то, естественно, впадать в панику – это самый неправильный момент. Родители должны быть собраны, спокойны, рассудительны, потому что если ребенок видит, что мама в панике, рвет на себе волосы, значит, мама всего боится, папа пытается сжать кулаки, пойти, скажем так, выяснять отношения до правоохранительных органов, ребенок неосознанно начинает себя чувствовать виноватым в этой ситуации. Ну, сложно, наверное, держать себя в руках в такой ситуации? Конечно, оно на том и личности разумные. Для того, чтобы уметь, скажем так, себя сдержать в присутствии ребенка, вы можете плакать, вы можете кричать, можете возмущаться, но если вы это будете делать при ребенке, все это возрастет и так в шок нанесет, нанесенного, скажем так, морально-растного страдания, но еще и родители, которые будут в панике с растерянными глазами, ребенок это воспримет, что это я довел своих любимых родителей до такого состояния. Но иначе как он тогда поймет, что это действительно была ошибка? Стоит ли разговаривать вообще вот об этой ситуации? Ее нужно не только разговаривать, ее нужно проговаривать. Дети больше всего боятся осуждения. Они очень готовы хорошо откликнуться на понимание, на спокойный, конструктивный, что разговор, то есть с ремнем стоять и кричать «нет, ты больше никогда ничего» и так далее, это на самом деле родит другую негативную реакцию. «Нет, я все сделал для того, чтобы я люблю его, я там помчусь к нему на крыльях ветра» и так далее. Если действительно проговорить эту ситуацию конструктивно, проговорить, в чем были плюсы, в чем были минусы, почему это пошло? А как говорится? Ты еще ребенок и ничего не понимаешь? Вы знаете, в данной ситуации разговаривать «я ребенок, ты ребенок, я взрослый» это уже нецелесообразно, потому что поступок, скажем так, который совершает данный подросток, он все-таки подразумевает под собой, что она себя воспринимает эмансипированно взрослым человеком, и нужно разговаривать на уровень параллели взрослой-взрослой. А как доказать просто, что это был неправильный поступок? Что делать? Доказать кому? Ребенку. Нужно же это проговаривать. Потому что это была ошибка, чтобы не повторилось это еще раз. Дело в том, что когда ребенок идет именно по мотивации «я люблю» данного человека, для него слово «неправильный поступок» будет восприниматься как агрессия. Наверное, в данной ситуации необходимо разобрать ситуацию, почему родители считают, что это был неправильный поступок, почему ребенок считает, что это был правильный поступок. Найти какие-то точки соприкосновения, но чаще всего это заканчивается разбирательством, скандалом, взаимными обвинениями. И самое страшное, какими это значит действиями ребенка по отношению, возможно, даже и к себе. Наверное, лучше все-таки пойти к профессиональному специалисту и присутствовать при разговоре родители могут, присутствовать при разговоре, когда специалист общается с подростком. Потому что всегда легче рассказать третьему лицу, который тебе не даст критериальные оценки, тебя априори не обидит, не скажет, не начнет тебе самое главное читать что? Мораль. И вот только путем спокойного проговаривания, без паники, без лишнего крика, без оскорблений, без угроз, мы тихонько должны вкладывать в ум ребенка, что в данной ситуации это было решение принято за него. Решение было неправильное и, возможно, здесь была какая-то манипуляция. Но опять же, еще раз говорю, это все пока из сферы разговоров. Мы на самом деле не знаем, какие были истины. А вот в будущем такой ранний достаточно физический контакт как может отразиться на жертве? Если себя подросток чувствует как жертва, как человек, над которым надругались, то, естественно, это проблема врачей, это проблема семьи, чтобы вот это вот состояние жертвы не перешло в состояние стереотипа жизни. Потому что мы все делимся там на жертвы, на охотники и так далее, преследователи и так далее. В данной ситуации нам необходимо обязательно ребенку объяснить, что в жизни бывают очень сложные ситуации, но у него есть за плечами родители, которые сейчас поддержат, защитят, помогут, восстановят. И это был эпизод. Это был страшный, неприятный эпизод. Но слава Богу, ты остался или осталась жива. Слава Богу, мы с тобой рядышком. Мы смогли с этой ситуацией побороться, и тебе нужно стыдиться этой ситуации. Жизнь на этом не заканчивается, и не все мужчины или не все женщины – это зло. Впереди будет очень много хороших людей. Это, наверное, много разговоров нужно, чтобы вот это пришло осознание. Да. Вы знаете, есть детки, которые слышат ушками, есть детки, которые живут глазками, есть детки, которые живут ручками. То есть те детки, которые… аудиалы, им нужно это говорить, кто визуалы, им нужно, может быть, даже это прописывать на руке. А есть детки, которым нужно просто объятие со стороны родителей, и они через кожу поймут все, что вы им хотите сказать. А если этот момент был упущен, какие могут быть серьезные последствия? То есть это затяжная депрессия, наверное, нарушен контакт взаимоотношений мужчина-женщина в будущем. Вот вы знаете, наверное, вот это самая большая проблема, когда вот депрессия – это состояние эмоциональное, да, которое может прийти, уйти, закончиться, да, с какими-то последствиями. Но если, к сожалению, сформировалось негативное отношение вообще к каким-то психологическим, сексуальным ли, эротическим ли, социальным ли, каким-то любым контактам, вот это самая большая проблема. То есть страх из детства. Да, страх из детства. То есть для того, чтобы человек потом принял себя как личность и сказал, что может быть и мужем, и женой, и родителем, это нужно решать именно в момент обнаружения всей этой ситуации, не оставлять человека одного и не стесняться обращаться к специалистам. А если так произошло, нужно ли изолировать ребенка из общества? Может быть, там переезжать в семье полностью, менять школу или что-то такое? Как правильно? Да, это решает, конечно, семья. Это раз. Это решает, естественно, ситуация. Потому что, когда все до такой степени уже озвучено, наверное, ребенку будет тяжело потом возвращаться в ту атмосферу, из которой это все вышло. Кто-то меняет школы, кто-то меняет место жительства, кто-то меняет города. Вы знаете, это все решается строго в семье, потому что ответственность за детей несут родители. Пока дети несовершеннолетние, принимают решение об этом все-таки родители, но, конечно, с помощью педагогов и, скорее всего, с помощью психологов. Ну, как вы считаете, вообще, ну, это не единичный случай в Кирове. Можно напомнить, что не так давно подобное уголовное дело завели на руководителя центра «Титаник». И, ну, если вспоминать, ну, каждый год две-три ситуации точно есть, которые резонансные. Вообще, возможно, как-то их избежать? Что нужно поменять в обществе? Или это вот... К сожалению, это было во все века. Всегда будет? Да, было. Это, к сожалению, идет не только в нашем городе. Это во всех странах мира существует такая проблема. Потому что всегда появляются моменты жизненные, где появляются люди, которые могут переступить закон, которые могут переступить через морально-нравственное состояние. К сожалению, мы люди. Мы все разные. И есть порядочные люди, а есть не очень. А можно профилактику проводить? Профилактика – это разговор с детьми. Потому что, когда мы знаем, чем живет ваш ребенок, не тем, что он сидит спокойно в уголочке и копается в интернете. У многих людей мне очень нравится. Ой, знаете, у меня ребенок куда не ходит? У меня такой примерный ребенок никуда не ходит. С 4 до 11 вечера сидит и спокойно себе играет в интернет. Друзья мои, на каких сайтах ребенок находится? С кем он общается? Какой вклад подсознательный, НЛП, не знаю, что, программирование получает за период прохождения по непонятно каким сайтам? Давайте все-таки мы будем следить за своими детьми. Давайте мы все-таки будем любить своих детей, интересоваться. Ничего плохого в том, чтобы интересоваться, чем живет ребенок. Нет. Это и есть настоящая родительская ответственность, когда вы знаете, где находится ваш ребенок. И пусть он не на улице, но он и не там, где ему нельзя быть. А если ребенок скрывает, то стоит требовать, покажи соцсети, покажи переписки? Как это повлияет? Ребенок скрывает только тогда, когда он боится наказания. То есть если каждый, скажем так, сайт сопровождается морально-нравственными, скажем, для него какими-то криками, какими-то, может быть, оскорблениями, или там родители замечают его только тогда, когда он долго сидит в интернете, естественно, любое проникновение в его зону жизни будет восприниматься негативно. Вы знаете, самое интересное, парадоксальное возникает то, что родители начинают бояться, собственно, детей. Почему я должен, значит, лезть к нему в интернет и смотреть, что у него там? Он же потом на меня обидится, у нас опять дома будет, что скандал? Мы опять, значит, все будем стоять на ушах. Лучше я буду думать, что все хорошо, все замечательно. Конечно, надо. Если для вас это способ, скажем так, один раз, может быть, пойти на более жесткие моменты общения с ребенком, поговорить, но опять же, контролировать свои крики, контролировать свои претензии. И это должно быть в синергизме, в содружестве со всеми членами семьи. Нельзя такого быть и не толкая, да, чтобы, допустим, мама жестко кричала, опять-то, в этом интернете, а папа говорил, да ладно, пускай посидит, видишь, он дома никуда не гуляет, пиво не пьет, там что-то там не делает, да. Давайте все-таки мы будем в России детей вместе. А как же личное пространство? Нужно ведь, наверное, уважать там интересы ребенка, и если он хочет побыть один и не показывать, может, не нужно тогда лезть? Конечно, но личное пространство нужно заслужить. Личное пространство нужно заслужить, потому что, вы знаете, дети, это не только те, кто сидит в интернете, это те, кто должен ходить в магазин, помогать маме, мыть полы, мыть лестничные площадки, я не знаю, там, бабушке приносить продукты. Брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность. Вот ты хочешь, и когда человечек за целый день выучил уроки, сходил в секцию, в музыкальную школу, куда угодно, пришел домой, подогрел маме покушать, принес папе, там, помыл папе ботинки. Какой идеальный ребенок? Нет, это не идеальный ребенок, вы были такими же практически. То есть, когда много дел, даже мысли о любви не будет, да? Мысли о каких-то похождениях, ведь это же все рождает на самом деле большое количество времени. Да, да, да. И вы знаете, когда ребенок через какие-то промежутки времени уже дошел до этой темы, значит, ему все темы жизни, книги, какие-то героические моменты, какие-то кружки, какие-то друзья ему стали неинтересны. Значит, на каком-то этапе ребенок вдруг перестал быть ребенком, а стал позиционировать себя, как такая же взрослая личность, которая... Ну вот после подобных ситуаций можно уже вернуть ребенка в состояние ребенка или уже нет? Все можно, при желании. Если будет хотеть мама, будет хотеть папа, будет хотеть сама девочка снова стать ребенком, но это родителям нужно в любом случае соглашаться, наверное, все-таки принимать какую-то консультативную, профессиональную, государственную помощь, чтобы вернуть, немножечко отмотать назад. Наше время подходит к концу. Вот последний вопрос. Вас хочется узнать, как психотерапевт, скажите, какого наказания педофилы заслуживают? То есть есть разные тоже дискуссии, это лечение принудительное, это смертная казнь, либо заключение в тюрьме. Вот ваше мнение? Мое мнение такое. Нужно выяснять причины, которые привели к этому состоянию, уже из-за этого делать выводы. Если это заболевание, это надо лечить. Если это, скажем так, выход за пределы рамки закона, должно быть все с точки зрения закона. Спасибо, что сегодня ответили на наш вопрос. Напомню, у нас в гостях была Мария Дубровская, психотерапевт. Вместе со мной вопросы задавали мои коллеги. Это Дарья Михеева, Анастасия Шерстнева. Меня зовут Ксения Фрик. Вы смотрели Журсовет. Увидимся уже на следующей неделе. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин